Я хочу поделиться своими мыслями в отношении того, что сейчас решается вопрос, кто из претендентов на роль президента России является наиболее подходящим. Я, так сказать, немножко уделю внимание корректности постановки вопроса, потому что, как говорят в науке, правильная постановка проблемы является гарантией ее разрешения. Где-то 80% успеха зависит от того, как проблема поставлена. Итак, сначала я ее ставлю таким образом, если мы рассматриваем Россию как страну, в которой единовластна, ну, естественно, через своих, так сказать, помощников, друзей, родственников и единомышленников, а также людей, бескребящих любую власть. Если вот такая фигура, значит, приравнивается к понятию президент, то в этом смысле, значит, Путин, Владимир Владимирович, безусловно, является наилучшей кандидатурой. Вот. Сначала рассмотрим аргументы, которые сомнительны, но, в общем, тоже работают. Пункт первый, то, что он уже на этой должности работал. Как работал, что из того, что за это годы, значит, является его личной заслугой, или, так сказать, принадлежит, как минимум, к деятельности той системы, которую он возглавлял. А что в России случилось плохого, и в какой степени повинна компетентность или некомпетентность, опыт его или его отсутствие, значит, там, личные достоинства и недостатки. Это вопрос дискуссионный. Я так полагаю, что сторонники Путина обязательно все то хорошее, начиная с высокой цены на нефть и появление в России, так сказать, интернета, телефона и телеграфа, значит, будет записано, как, ну, в пословице советских времен, частушки, весна прошла, настало лето, спасибо партии за это. А, значит, второй довод, который обычно, значит, в русском менталитете, в его осознанной и бессознательной архетипической части является очень важным, это то, что могло быть хуже. Россия поднялась с колен, теперь не надо раскачивать лодку, а то она вот в этой неудобной позе того, гляди за борт, из лодки Россия вывалится, значит. Значит, если не Путин, то кто? Зюганов. А Зюганов это Сталин сегодня. Значит, в свое время Ельцин очень ловко удалось объегорить массовое сознание бессознательное, когда на одну чашу весов клался Ельцин будущий, то есть вот вы изберите, Борис Николаевич, а он такое наделает для народа, вы доволен будете, да? А значит, если к власти Зюганов придет, то значит он будет действовать как Сталин. Это очень ловкий трюк и очень хорошее знание национальной психологии. Я вот психолог по образованию, но никогда, честно говоря, не видел такого великолепного образца знания психологии, так сказать, манипулятивной. То есть Ельцина будущего сравнили с прошлым Сталином, навесили этот ярлычок на Зюганова и часть публики, что называется, доверилась, повелась, купилась. И, в общем, вы когда видите наперсочника или когда возле метро раздают, значит, всякие там бесплатно утюги и пироги, значит, то часть публики обязательно в это дело влипает. Хотя они знают и из передач, и из теле, и из радио, и из газет, и из рассказов других людей, что самое печальное, даже из собственного опыта, что они имеют дело с так называемым лохотроном, да они все равно играют. Любой психолог вам объяснит, что желание проиграть, быть обманутым, быть брошенным, отвергнутым, несчастным, это психологический комплекс, разумеется, в основном бессознательный. Но, когда человеку начинают объяснять, что у него такова вот структура его психики бессознательной, он, в общем, очень часто ничего не делает, он продолжает цепляться за это. Поэтому вот так вот влезть в лохотрон и лохануться, это здоровая потребность, к сожалению, значительной части нашей аудитории. Поэтому, как говорится, там особого таланта-то не нужно, чтобы его, этот лохотрон, возвести, будь он в политике, в экономике или где-нибудь поближе. Таким образом, значит, аргумент в пользу того, что человек, который уже имеет опыт лучше того, который не имеет опыта, могло быть хуже, да, и, значит, дополняется, конечно, абсолютно непобиваемым, я это говорю без всякой сатиры и юмора, иронии и гротеска, а абсолютно непробиваемым имиджем Владимира Владимировича, созданным усилиями, так сказать, средств массовой информации, грамотной режиссуры, психологических изысканий и тому подобное прочее. Я без всякой лести и преувеличения могу сказать, что в истории не было человека, который бы, что называется, в кадре, в образе, в картинке сыграл бы такое огромное количество ролей, которые исполнил Владимир Владимирович. Был период, когда, в общем-то, вроде бы особой нужды не было в том, чтобы постоянно будоражить сознание бессознательное электората доблестями нашего президента. Но он и в подводную лодку спускался, и на самолете пазар тушил, и лично разводил руками беду, значит, выступал в роли классического барина, который приедет и рассудит, и барин сам увидит, что плохая избушка, и вели дать лесу, думает старушка. Значит, если в кадре появлялся Медведев, то выглядел гораздо менее убедительно. Я сейчас не буду даже перечислять все, что Путин сыграл, исполнил, сделал, значит, и не буду придираться с точки зрения режиссура, драматургии и системы Станиславского. Я сам человек, тяготеющий к некой универсализации, но, честно скажу, я бы заколупался нырять под воду, летать на самолете и бросать кого-нибудь через бедро на татаме, значит, даже если это подставные люди. Значит, что и говорить, Владимир Владимирович продемонстрировал совершенно новый образ политика, который не демонстрировал даже профессиональный актер Рейган. При Рейгане, значит, была, так сказать, нормальная жизнь, его избрали на второй срок и назвали это даже рейгономикой. И бывший голливудский актер, который тоже, разумеется, умел и нырять, и скакать на лошади, и хватать красоток, значит, за разные места. Он прославился не тем, что был убедителен в кадре и продолжил свою голливудскую карьеру. При нем, значит, большую роль, как выяснилось, сыграло то, что это был на редкость коммуникабельный человек. Он как-то научил американцев и с американцами договариваться весь мир. В этом плане, значит, и нашему Владимиру Владимировичу не откажешь в коммуникабельности на всех фронтах. Что называется не только может, но и моет, и даже могит. И с болельщиками, и с кавказской диаспорой, и с пострадавшими, и с погоревшими, и с поглупевшими, со всеми он находит ту форму общения, которая, как говорится, этих людей удовлетворяет. Я могу себе только воображать, но вряд ли в состоянии вообразить это досконально, на какие именно сейчас пойдет, Владимир Владимирович, диалоги и, так сказать, дискуссии, для того, чтобы поддержать вот этот свой имидж, который круче Рейгана и вообще круче Фиделя Кастро и всех, так сказать, любящих поговорить, умеющих поговорить. Умеющих, как говорят в Одессе, сказать пару слов. Поэтому, значит, обратимся к тому, что если человек обладает такими качествами, к тому же разведчик, который в одно время, значит, находился в другой стране, говорил на другом языке и комар носа не подточил. Ну, разумеется, мы знаем, что это, так сказать, как карьера разведчика была прервана, но виноват ли в этом сам советский офицер или это провалилась целая сеть, или вообще какая-то была подстава, столь распространенная в международных делах, мы не знаем. Но в любом случае, человек, который обучался в высшей школе ГГБ, слава богу, понимает, что такое воля, что такое упорство, что такое настойчивость, что такое физическое здоровье. Я не к тому, что мне очень нравится то, что происходит и будет происходить предположительно дальше. Мне-то как раз это не очень нравится, а местами и очень не нравится. Но, возвращаясь к тому, что я поставил проблему, как кто наилучший кандидат, я на этот вопрос ответил. Вторая проблема, которая за этим стоит, а является ли данный конкретный кандидат бесспорными достоинствами которого является и настойчивость, и компетентность, и упорство, и чувство юмора, и красноречие остроумия, и находчивость, и изобретательность, и умение договариваться с различными группами. Значит, вот это все, как говорится, весь из достоинств. Но вторая проблема звучит так, что, значит, другие-то уступают, да, значит, безусловно. Зюганов однообразен, как зыбь морская. Идея коммунизма мне и социализма, социал-демократии гораздо больше импонирует, чем существующая система, так сказать, государственного капитализма с элементами примкнувшего к этому олигархата и бандюката. Значит, да, социализм, так сказать, даже советского образца, не говоря уже за социализм, шведский или хотя бы белорусский, мне лично нравится больше. Но я знаю, Зюганов не умеет ни толком сказать, ни толком договориться, и вообще выглядит крайне однообразно. Я не предлагаю Зюганову нырять за амфорами или летать на самолете. Ну, понятно, что те, кому симпатичен он и симпатична идея, на этом все и заканчивается. Для того, чтобы соперничать в теме номер один, шансов почти никаких. Та же история с Жириновским, который как имел свои 7-15%, так и будет иметь. Это эксцентрическая личность, за которую я когда-то голосовал просто потому, что не хотел голосовать за предыдущие совковые модели, значит. Ну, в общем, тоже не фонтан. Про микроскопические шансы всех остальных я даже не говорю. Вторая проблема состоит в том, что вот эта модель монархии, абсолютной власти одного человека, не является на данном этапе лучшей для России, для Российской Федерации, для Ерефии. Для очень сложного, мультикультурного, полиэтничного, поликонфессионального государства, раздираемого противоречиями, которые все более обостряются. В одиночку или с группой преданных сторонников, эта махина не работает. Фонтин, помимо того, что обладает вот этими качествами как личность, человек фантастически везучий. Ну, мало того, что, так сказать, его карьера начиналась с того, что не будучи публичным, известным и популярным политиком, он сразу оказался премьер-министром, а потом и президентом. Цена на нефть, державшаяся безумно долго, создавшая, так сказать, у всех не только иллюзию или галлюцинацию, но и ощущение вполне реально, что раз вот все так, то пусть так оно и будет. Потому что если человек везунчик, фортун, фортуна, то что против судьбы-то делать? Сейчас, когда цена на нефть, значит, колеблется и вообще перестала быть решающей, вопрос в том, сможет ли такая выдающаяся личность через такую абсолютно трухлявую, гнилую, глупую, бессмысленную государственную машину, которой он управляет, справится с той проблематикой, которая сейчас модным словом вызовы называется. Я отвечаю, нет. Наилучший кандидат представляет наихудшую на сегодняшний момент модель управления таким государством, как Россия. Таким образом, значит, говоря о том, что на ближайших выборах гораздо больше шансов победить у Путина в рамках существующей системы правления и гораздо худшие шансы у всех остальных. В то время как, победив на выборах, эта личность и, так сказать, что называется, аффилированность ней структуры, окажется перед серьезными проблемами, которые, конечно, можно списать на оранжевую революцию, оппозицию, на, так сказать, стихийное бедствие. Но, к сожалению, этого недостаточно. Поэтому ставится вопрос, что называется ребром на попа, что с Путиным ли во главе, или как-то иначе, надо менять саму ситуацию взаимоотношений между населением и властью, между Конституцией и ее выполнением, между тем, что такое народ и насколько этот народ в состоянии управлять сам собой. Если он все тот же, что в период великих княжеств, Золотой Орды и последующей Московской Руси, Петровской, Екатериненской России, то да, конечно, такой народ охотно пойдет на страдания и самоуничтожения, лишь бы ни за что не отвечать и никоим образом не участвовать ни в каких конституциях, никаких революций. Жертвовать тоже быть выгодно. Но если, что называется, девушка созрела и Россия уже не та, что была, то победа Путина на выборах несет гораздо больше проблем, чем радостей.